Да, всем привет! Вы на канале Гараж28. Давненько у нас не было ремонтов электроинструмента. Наверное, почти год. Итак, это из мастерской от одного из членов автоклуба Retroche. В общем, дрель Bosch. Быстрее всего, какая-нибудь B16, да, GSB16RE. Такая у меня на работе, кстати. И она просто перестала подавать признаки жизни. Работала, работала и отказала. Включаем. Тишина. Что включено, что выключено. Ну, первонаперво, что нужно делать в таких случаях? Сомневаюсь, что в вилке дело, хотя есть повреждения. Разберем заднюю часть. Здесь она, по-моему, не половинница, а с торца разбирается, да. Под шлиц можно зацепиться, а так это торексы. Снимем вот эту часть. Будет доступ к клеммнику или кнопке. И промеряем целостность кабеля. Погнали! Итак, отключил дрель от кнопки. Режим переменка 750. Подключена на выход кнопки. В розетку уже вставлена. Нажимаем. Ничего не приходит, не доходит. Тут нам на помощь может прийти тот самый китайский указатель напряжения. Бесконтактный. Вставляем в одном положении вилку. И видим, что фаза досюда дошла. Так, чтобы кабель не путался, вот так сделаем. Теперь переворачиваем вилку. Соответственно, фаза пойдет по другому проводу. И ничего не дошло. Меряем на вводе. Тоже не доходит. То есть, где-то один контакт потерялся в вилке, получается. И можно было, наверное, гораздо меньше работы сделать, если вскрыть вилочку. То есть, дрель, возможно, я напрасно разобрал. Но я привык обычно, что все повреждения у такого инструмента происходят вот здесь. То есть, инструмент постоянно гнут. И в этом месте постоянно ломается провод. Жилы перегибаются. Со временем рвутся и теряется контакт. Здесь у нас красота, да и только. Провод, получается, дернули, что ли. И он вышел у нас из одной клеммы. Вот все оказывается, как просто-то, да. Расслабляем фиксатор. Затаскиваем провод. Он разделан неравномерно. Поэтому, возможно, так вот и получилось. Но мы это дело сейчас исправим. Сделаем все по-человечески. Но не напрасно же я себе заказывал вот этот наборчик, да. Так, у нас что-то типа полтора квадрата. Наверное, наверное, наверное. Возможно, желтые подойдут. Если нет, то синяя. Синяя уже, по-моему, на два с половиной квадрата. Во, отлично, плотненько. Как раз выходит. Обжимаем. Обжимаем. Красота. Так, помимо вот этого скола, обнаружил еще один недостаток. Вот здесь лопнула сама вилка. К сожалению, космофена у меня нету, дихлоретана. Никакого клея вообще нету. Поэтому я владельцу скажу, чтобы он потом подклеил. Ну, или просто пойду к нему с этим инструментом отдавать и сразу попрошу дихлоретан. И на месте сразу и заклеим. Так, проверяем опять, дойдет ли у нас до сюда фаза в обоих положениях. Так, первое положение вилки. Доходит. Надо вот так перевернуть. Главное, ничего не замкнуть. Вот, коричневая фаза. Переворачиваем вилку. Синий стал фазой. Все, до сюда доходит. Вилку пока отключаем. Сейчас убедимся в работе самого выключателя. Переменка 750. Лучше в руку сразу взять. Так, вилка. Вставляем. Ничего никуда. Оголенные провода не касаемся. Вот, есть. По-моему, это у нас тиристорная фигня. Вот. Можно выловить. Типа с трудом ловится. Но, по идее, регулируется оборот. Под нагрузкой, наверное, лучше будет работать. Все, собираем. Повторюсь, немножко будьте умней сами, когда ремонтируете. Сначала самое явное неисправности проверяйте. То есть целостность вилки, которую я не заподозрил. И вот это место. В принципе, здесь вроде все нормально. Правда, все в клею. Ладно. Собираем. Итак, проверяем. Все. Дрель абсолютно исправна. Искрение не видно. То есть повышенных токов нет. Виткового замыкания нет. Режим перфорации есть. Все еще работает. Все. Исправно. Видос можно сказать ни о чем. Ну, мало ли, может быть, кому-то, кто не шарит в электричестве, поможет. Просто заглянуть в вилку, увидеть оборванный провод, посадить его на место. И все. Кому видео понравилось или было полезно, ставьте лайки. Подписывайтесь на основной канал. Лайв канал. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Яндекс. Всем спасибо за просмотр. Как всегда, всем всего самого наилучшего. И всем пока. Зачем я снял этот видос? Вообще ни о чем. Ремонт вилки. Какая-то деградация на канале наблюдается. Все неинтересное. Ничего нового. Ремонт вилки.